Привет, ребят! Как давно меня не было на этом канале. Стала я сегодня поздно. Кто следит за мной в инстаграме, то вы знаете, что у нас дома очень много изменений. И в этом влоге я вам расскажу, что за изменения, какие изменения и сколько они стоили. Ну, если интересно. Ну, мне кажется, всегда такие вещи интересны. После того, как мы прилетели из Турции, у меня появилось дикое желание сделать что-то классное для дома. Не только, типа, для дома. Понятно, дома это может и не оценить. Для нас. Мы поменяли обои в спальне. С фиолетом. Я их не ловила. Так что теперь у нас белые обои. Я очень этому рада. Мы со Славой сработали просто как идеальная команда. Раньше, когда я думала о том, чтобы поменять обои, для меня это всегда была такая большая проблема, что нужно сначала позвонить маме. Ну, нет, позвонить маме-то это не проблема. Но просто надо позвонить маме. Сказать, мам, я хочу поменять обои. Она дает контакт или узнает где-то у кого-то, кто может это сделать. Потом вы едете, выбираете обои. Но так как мы со Славой уже взрослые... Да нет, на самом деле я давно себя ощущаю взрослой. Особенно, когда начала ходить менять документы. Но нет, я и до этого была ответственной и взрослой. По моему мнению, конечно, я не на 100% взрослая. Некоторые вещи все еще делает моя мама. Но это неплохо. Это не потому, что я это не могу сделать, а потому, что это делает моя мама. Ну, типа, оплатить счета, налоги. Я не люблю пенку в кофе, поэтому я ее всегда снимаю, выкидываю в раковину. Представляю вашему вниманию белые обои. На самом деле это просто благодать, потому что я устала от фиолетового. И скоро, на следующей неделе, нам привезут кровать. Она будет коричневая, и у нее будет спинка, не знаю, длинней этой, ну, в смысле, выше этой или нет. Но она будет тоньше, не такая глубокая. И из-за этого у нас будет здесь больше пространства, где ноги. Я сейчас крашусь, собираюсь на мероприятие Dior. В европейском открывается магазин, и я туда поеду сегодня. И это клево. Потому что, во-первых, я давно не была в европейском. Во-вторых, ну, я не уверена, конечно, но, может быть, я проведу там некий очень маленький шоппинг. Типа, взять кое-каких деталек, мелочей. Потому что в понедельник я уезжаю на Сапсане. Уезжаю я в Питер, блок-тур, где-то на 4 дня, получается, в понедельник, с 11 по 14. 14 ночью Сапсан обратно в Москву, то есть в пятницу я уже проснусь дома. Если честно, я не знаю, кто там будет, знаю только, что Сончик будет. Мы с ней вместе у Кирилла Сёмина в агентстве. Он наш менеджер. Вот, ну, мы с ней виделись один раз на мероприятии Джо Малон, поэтому, может, подружимся там, познакомимся получше. Не знаю. А ещё, кстати, Сончик, у неё своя фирма цветочная, компания, магазин цветочный. В общем, мой букет свадебный был от Сончик, от её магазина, бренда цветочного. И это клёво. Надо будет ей об этом рассказать, если вдруг она не в курсе. Но мне кажется, она в курсе. С Сончиком мы не знакомы. Хорошо, не знакомы, близко так. Но магазин у неё хороший. И всё сделали очень от души, хорошо. Дай, слышишь? Расскажу вам ужасную историю о нашем доме. Не буду всяких подробностей рассказывать и так далее. Но, в общем, в нашем доме живёт человек, мужик, который сейчас орёт. Обычно он орёт по ночам. Орёт всякие вещи типа, сука. Ну, короче, и так далее. Очень много разного всего. Не так давно мы со Славой просто офигели. Как-то ночью мы смотрели сериал. Наш любимый офис, который мы досмотрели. Даже плакали. Ну, я плакала, что он такой классный, вообще офигенный. Просто капец. Мы его так полюбили. Хороший сериал, реально. Всем советую, рекомендую. Он прям в топ десятки моих любимых сериалов. Даже в пятёрке, наверное. Короче, мы его смотрели. И в какой-то момент я Славе такая говорю, типа, поставь на паузу, и я пойду зубы чистить. Ну, знаете, типа, мы лежим, смотрим сериал, чипсики хрумкаем, ещё что-то. А потом уже в какой-то момент я понимаю, что я уже ничего кушать не буду. Надо почистить зубы, и скоро мы уже будем спать. И я вот так говорю, он ставит на паузу. Разумеется, звука никакого нет. И можно услышать какие-то крики, если они есть. Это не смешно, это жесть какая-то. Короче, он ставит на паузу, я иду, чищу зубы и слышу какие-то стуки. Ну, не в нашу квартиру, а просто какие-то, какую-то долбёжку наверху. Короче, как будто бы там какая-то драка, я не знаю. Я такая думаю, типа, что за фигня? То есть сначала мне кажется, ну, может, послышалось, просто такое бывает. Ну, знаете, мало ли что, там у соседей что-то упало, я не знаю. Ну, как бы, может, мне показалось. Там, ну, грубо говоря, потому что у меня тоже бывает, что-то может упасть. И я понимаю, что это наверняка там соседям очень хорошо было слышно. И очень жёсткий, большой, громкий звук. Слышу я вот эти вот звуки. Я такая думаю, блин, что за фигня? Я стою, прислушиваюсь, думаю, что такое? Звуки не останавливаются. Потом начинаются всякие выяснения отношений, разборки какие-то, крики. Орёт мужик, баба орёт. Я просто в шоке. Я зову Славу, говорю, подойди сюда, послушай. То есть там вообще такие разборки лютые были. Они настолько сильно кричали, что я как бы слышала, что они говорят. Я, если честно, испугалась. Мы со Славой подумали о том, что по-хорошему бы вообще-то полицию вызвать. И всё это время я постоянно хожу по квартире и пытаюсь понять, с какой точки будет лучше слышно, что там происходит, чтобы понять вообще, что за фигня. Я подхожу к окну на кухне и вижу, что внизу уже стоят люди. И вижу, что мы открываем окно, а это было 4 утра. И мы видим, что на улице уже стоят люди, где-то 3 человека, и вызывают полицию. Я не знаю, как долго продолжались там всякие вот эти разборки, которые я услышала там в какой-то момент. Но когда мы собирались вызвать полицию, когда мы это всё услышали, уже вызвали полицию другие люди. И она подъехала буквально через 2 или 3 минуты после того, как мы сами как бы собирались вызвать полицию. Слышите? Я думаю, что это соседи стучат, чтобы заткнулись те, кто выясняют отношения и орут. Потому что крики вообще кошмар. Я, понятное дело, не могу успокоиться, потому что я переживаю. И у меня вообще было такое ощущение, что там, ну, очень какие-то страшные вещи происходят. Я ещё несколько дней потом об этом думала, что там вообще происходило. Но, понятное дело, я не могу узнать, что там происходило. Но крики были ужасные, если честно. Не похоже было на то, что там просто кто-то поругался и, типа, там, ты меня не любишь. Ещё что-то, короче, дичь какая-то вообще происходила, очень страшная. И что вы думаете? Приезжает полиция. У меня это, кстати, всё зафиксировано. Я даже фотографировала. Приезжает полиция. Я не могла успокоиться. Я переживала всё-таки, ну, по поводу полиции. И я открыла, у меня есть приложение, которое открывает шлагбаумы к нам во двор. Ну, и когда выезжаешь, понятно, тоже. И там стоят камеры, и по ним можно видеть. Это очень удобно, на самом деле. Потому что, когда, например, курьер приезжает или ещё что-то, я могу увидеть, что это именно эта машина, именно ей открыть, а не кому-то другому. Потому что нас с этим строго нельзя чужих пропускать. Типа, нужно только своих пропускать. Ну, и себя, короче. Всегда надо не запускать, короче, чужих. За это могут оштрафовать даже. Меня один раз оштрафовали. Ну, штраф там не денежный, а просто лишили одного въезда из трёх, из четырёх на неделю. И для меня это было вообще... Я просто... Я звонила, ругалась, потому что это просто... Ну, короче, ошибка какая-то была. Я вам рассказывала в каком-то влоге. Ну, не то, что ругалась, но просто, типа, говорила, что за фигня. Ну, и вот, я вижу по своему вот этому приложению, что... Ну, полиция стоит. Они заезжают и подъезжают к подъезду. Всё это происходило около подъезда. Мы, понятное дело, всё это наблюдаем. И что я вижу? Человек, который вызвал полицию, подписал какие-то документы, что-то рассказал, то, что там были крики, ещё что-то. И знаете, что было дальше? Я-то в своих каких-то представлениях думаю, сейчас приедет полиция. Они поднимутся на предполагаемый этаж, ещё что-то. Позвонят в дверь, будут узнавать, что происходит. Что было? Они через пять минут уехали. Я вообще не поняла ничего. Я не знаю, в чём там дело, в чём прикол, без понятия. Но они просто уехали. Я не знаю, что там выяснилось, не выяснилось. Может быть, выяснилось, что эти люди постоянно, да мы их знаем, типа, да, мы завтра к ним заедем. Я не знаю, как это работает. Но я вообще не поняла прикол, почему никто не понялся. Но когда приехала полиция, уже никаких криков, никакого шума, ничего не было. То есть уже была тишина, ещё до того, как подъехала полиция. Короче, это ужас. Я не знаю, с кем там этот мужик живёт и кто с ним живёт. Но там явно была какая-то женщина. Я не знаю, что у них там происходит. Но я не думаю, что что-то хорошее. Потому что на протяжении уже, получается, шести, почти семи лет, сколько я здесь живу, всегда он орёт. Обычно в час, в два часа ночи начинает орать. На самом деле, это очень страшно. Потом меня очень долго не отпускала эта мысль. Типа, то, что полиция уехала, почему не зашли, а вдруг там случилось что-то страшное. Ну, короче, я не знаю. Я долго прямо об этом думала. Типа, что за фигня вообще? И потом, знаете, мы ехали как раз на следующий день. Мы уезжали на дачу. И вот мы ехали на дачу. Я просто сижу, смотрю, такая она дома. И вот у меня в голове крутится, типа, блин, вообще без понятия. Никто же не знает, что происходит вот в любой из квартир. Вот в какой-то квартире живём, например, мы. В какой-то там другая семья, там, с детьми. Ну да, иногда там ссорятся, там, дети плачут, может, ещё что-то. Но в целом, как бы, ну, просто живут, типа, утром на работу и так далее. Ну, типа, обычная жизнь. А в какой-то происходит какая-то вакханалия, драки, не знаю, кто-то там. Ой, я даже не хочу представлять. Это вот, знаете, из разряда то, что я там люблю мужское, женское посмотреть. И, ну, типа, конечно, интересно, что там где у кого происходит. Но, на самом деле, это такой ужас. Я, короче, что-то ехала, задумывалась. То, что вообще реально вот никогда не знаешь. Ну, понятно, по сути, и знать-то зачем тебе это как касается. Вот так вот просто смотришь в окно, а в какой-то из квартир, не знаю, какое-то насилие происходит. Как же мне надоело. Брови, вы можете быть одинаковыми? В общем, два дня у нас дома меняли обои. С фиолетовых на вот эти. Обои, четыре рулона мы взяли, обошлись в 14 тысяч. А поменять обои, чтобы сняли старые и поклеили новые, вышло в 11 тысяч. Комната вот эта где-то 14 квадратов. Это я примерно просто рассказываю. Ну, наверное, типа недорого. Недорого для того, чтобы быть счастливой. Не могу сказать, что он плохо что-то поклеил. Нет, нормально. Ну, не идеально, не то чтобы там... Ну, нет, так-то нормально. Просто где-то все равно что-то как-то. Но, на самом деле, по-хорошему обычно как обои делают, клеят новые. Снимают старые, что-то шпаклюют, грунтуют. Потом уже новые клеят. А мы такие, типа, ну, не, давайте без грязи снимаем старые и на них клеим новые. Поэтому там где-то могут быть какие-то штучки, но ничего такого не видно. Ну, вот так вот смотришь, вообще офигенно. Я, если честно, так быстро привыкла к тому, что здесь не фиолетовый фон этот, что мне кажется, что так всегда и было. Я смотрю и думаю, блин, ну, типа, да, так всегда и было. Еще когда кровать будет другая, мамочки, очень жду. Но это уже будет после того, как я вернусь из Питера. Также из классных новостей мы взяли телевизор здоровенный. Я не знаю, сколько здесь дюймов, 65, что ли. На самом деле он очень большой по сравнению с тем, какой телевизор был у нас до этого. Вот так вот лежишь и смотришь большой телевизор. Он еще нагибается, наклоняется. Я вчера дома убиралась, помыла полы, протерла пыль. Мне так и хотелось как раз, когда закончат все вот эти ремонтные работы. Ну, как ремонтные, ну, вы поняли. Два дня у нас происходило вакханалия. Утром рано приходил мужик, снимал обои. Мы отсюда все вынесли, кроме кровати. И все, только кровать мы вынесли. Ой, короче, все вынесли, кроме кровати и шкаф, понятное дело. Шкаф никто не разбирал. Это была бы дичь. Мы просто сказали, чтобы он туда засунул белые обои. И здесь можно увидеть... Ну, не знаю, вам, наверное, не будет видно, но я вижу, там фиолетовые обои внутри. Ну да, это забавно, но на самом деле так вообще ничего не видно. То есть увидеть можно только если вот ты прямо вот так вот подходишь и разглядываешь. Но никто этого делать, понятное дело, не будет. А мне главное, что вот так вот теперь белая комната. Это я еще свет не включила. Шкаф тоже разобрала, навела здесь порядок, красоту. Такая вот у нас есть фоточка со Славой из Турции. Дебильная. Нет, фотошопленная и не для Инстаграма, но мне нравится. Здесь тоже убрала весь мусор лишний, потому что здесь у меня постоянно куча каких-то резинок было. В общем, прям навели порядок, сходили на мусорку. Димочка вон там лежит. А еще мы немножко подвинули кровать сюда подальше, и здесь стало больше места. Раньше тумбочка закрывала вот эту розетку, и было видно только две. То есть, ну не знаю, насколько. Вот настолько стало больше места. И это круто, потому что здесь место намного важнее, чтобы было больше, так как здесь шкаф. Все-таки постоянно ходишь и в зеркало посмотреться. В принципе, я накрасилась. Может быть, потом еще что-то где-то подровняю. Что с бровями? Они такие разные. И черные очень. Разобралась в шкафу. Я недавно отдала огромное количество вещей. И я такая счастливая стала из-за этого. Просто капец. Отдала вещи, которые не ношу. Разобралась вот здесь. Все разложила красиво. Ну, может, не суперкрасиво. Здесь у меня сумочки мои лежат брендовые. Вот здесь, там тоже. Я их аккуратно храню. Здесь вещи наши. Те, которые мы сейчас носим. Поэтому в основном это какие-то теплые вещи. Много всяких пинджаков. Скорее всего, вот этот костюм сегодня надену на мероприятие. Не знаю. Или вот этот. В общем, подумаю еще. Тут тоже все разобрала. Вот здесь было очень много вещей. Всяких летних, старых. Все оттуда вытащила, освободила. В одном сейчас лежит обувь. Недавно мы заказывали... Нет, не здесь. Короче, в одном лежит покрывало. А в другом обувь. Она лежит так себе, но они все идеально чистые. Ни разу не надетые после суперхимчистки и ремонта обуви. Поэтому я их решила сюда сложить. Они такие... Ну, типа, сейчас уже в них не походишь, скорее всего. Холодно. Но решили не убирать под кровать далеко. Потому что, мало ли что, мы скоро планируем, возможно, улететь. Там у меня туфельки какие-то. Ну, короче, типа норм. Здесь тоже, понятное дело, разобралась. У меня тут тоже был хлам вообще какой-то. Тут все в четыре ряда стояло, потому что не было тупо места для вещей. Тут вот так вот. Может быть, это не идеально, но у меня вот... Меня бесит, ну, всякие топики короткие. Они же типа вот такие короткие, поэтому не все возможно сложить одинаково. А это что? Забыла. А, вспомнила. Блин. Боди. Вот тут у меня штанишки. Вот эта рубашка испорченная. Я не знаю, что с ней делать. Она вроде прикольная. В ней, может быть, даже спать можно. Но я решила сюда положить испорченную. Она в каких-то желтых пятнах и не отстирывается. Так вот. Здесь тоже так вчера все разложила. Ну, как есть. Вообще, в идеале купить комод под телевизор очень хочу, потому что вот это, это самодельное мое произведение. Это две отдельные штуки из Икеи. Они типа идут как под телевизор штучки. Но у нас телевизор так низко не стоял, поэтому нам надо было как-то, чтобы выше было. Но у нас вообще, в принципе, телевизор не стоял. Он у нас всегда на кронштейне висел. Но в чем суть? Что хочется закрыть всякие провода. Поэтому я вот так вот все это соорудила. И нужно куда-то класть какие-то вещи. Тут где-то косметика лежит. Тут у нас провода лежат, всякие переходники, еще что-то. Ну, короче, хочется, честно, комод сюда поставить. Просто единственная проблема, мы этого не делали, потому что очень длинная кровать. Вот. И если она станет хоть вот столичка меньше, за счет того, что спинка не будет такой глубокой, то можно будет сюда вот такой комодик поставить. Ну, они стандартные, наверное, идут по размеру, как стол мой, где я крашусь. Так что вот. Спустя миллион лет я наконец-то собралась. Хэп. Так я поеду. Причем я поменяла лук раза три. Потом я подумала под тот лук. Накрашу-ка я губы. Накрасила, а под этот лук я бы уже их так красить не стала. Хотя хоть какой-то акцент. В принципе, неплохо. Может мне почаще красить губы. Сумочек Прана, который подарил мне мой муж. В общем, единственная проблема, у меня сумка белая, а ботинки бежевые, но мне пофиг. Я как какао. Еще у меня к этому костюму, к этим штанишкам, офигенный магазин. К ним есть еще вот такая куртка. И я думаю, либо я надену ее, либо есть еще вот такая плюшевая, но она как бы чисто как куртка. Ну, не будет ли мне холодно в таком? Ну, это чисто, чтобы дойти до машины. Сейчас померю. Ну, это как бы мило, но... Единственное, что мне не нравится в этой куртке, это вот этот ворот. Это хорошо, потому что он как бы закроет шею от мороза и так далее, но при этом он испачкается в мою тоналку. В общем, ладно, буду выходить, потому что ехать у меня час десять где-то. Непривычно видеть себя с накрашенными губами. Вообще-то я это редко делаю, прям очень редко. Ехать мне сорок семь минут показывает. Это не самое страшное, но я просто не доверяю навигатору. Я уверена, что в итоге выйдет все равно больше. А еще я забыла капли в нос. Спрей. Когда-то у меня была сильная зависимость от спрея в нос. Потом она прошла, я очень долго не пшикалась. И сейчас тоже я очень редко пшикаю, но иногда мне закладывает нос. Типа как сейчас, когда я вышла на улицу, а у меня голова оказывается не супер сухая. В смысле, она слегка влажная, потому что я голову сегодня мыла. Ну и короче, мне заложила сразу. Ну не сразу, но заложила нос. И я дышать-то дышу, но я такое не люблю. Я люблю, когда вообще идеально дышится. А еще Слава приболел. Какая-то слабость у него. Температуры нет, но такое себе состояние. И это, конечно, нехорошо. Вспоминаю лето, когда в это время еще солнце светило. Сейчас где-то 6 часов. Как раз за минут 20, надеюсь, до мероприятия я уже приеду. Как всегда, распсиховалась, потому что... О, аж свет включили. Распсиховалась, потому что не могла прическу нормальную сделать. В итоге пошла с распущенными. Я хотела вообще... Я очень долго, минут 20, наверное, пыталась сделать классный высокий хвост. Вообще, я посмотрела видео в интернете, где показывают, как сделать так, чтобы спрятать резинку под волосами. Я пыталась сделать это. У меня получилась какая-то херня. Потом я подумала, если я делаю высокий хвост... Я когда делаю высокий хвост, мне обязательно нужно залачить волосы, иду все сгладить, потому что иначе это просто выглядит не очень. Типа, непрезентабельная прическа, я ее так назову. Когда просто высокий хвост и не залачено. Здесь все, ну, негладко, потому что если что-то где-то торчит, какие-то маленькие даже волосочки, это уже, ну, как бы выглядит просто как какая-то обычная прическа для дома, для погулять, для пойти в кино. Ну, короче, распсиховалась, и мне не хотелось залачивать волосы, потому что я их только помыла, и тогда бы мне пришлось сегодня их заново мыть. Мне так лень. И я подумала, да ну нафиг вообще, пойду с распущенными. Тем более я волосы посушила феном, кончики немножко подкрутила, ну, правда, они у меня уже раздербанились. Вчера я сходила, сделала коррекцию наращивания ресничек, потому что уже было их мало. Ну, и мастер Оксана меня постоянно ругает, потому что уже надо их снимать, и я все такая, типа, ой, ну коррекцию давайте сделаем, потому что коррекцию быстрее делать. Ну, как быстрее, два часа. У меня там вообще уже трэш был. Я пропадала на Ютубе. Как мы приехали в Москву, я в влоге с Турцией, во втором влоге, сказала, что я пару дней отдохну и начну снимать. Ну, мне так казалось, что я буду отдыхать и начну снимать, и будет интересно. Как выяснилось, когда я приехала, я пошла забирать свой паспорт. Да, у меня теперь другая фамилия, я к этому привыкаю. Уже расписываюсь другой росписью. Необычное чувство. Теперь у меня девичья фамилия. Капец. Потом мне надо было поменять все остальные документы, такие как права, ИНН, ОгрНИП. Это вот то, что с ИП связано, ОгрНИП вот этот. Это вообще ужас. Мне, чтобы поменять вот эту хрень, причем она в интернете, ну, как в интернете, в каком-то там, ну, типа в банке можно посмотреть, там, кто работает в банке, и уже сразу видно, что у меня другая фамилия, то есть она автоматически меняется, эта бумажка. Я такой человек, я хочу, чтобы у меня все было на руках, и поэтому я поперлась. Да я думаю, что все равно наверняка надо было бы поменять бумажку эту, то есть у меня есть свидетельство, вот это вот ОгрНИП, он такой прям желтый, такая классная бумажка, ну, понятно, да, типа как, не знаю, как нотариусом заверено что-то. Вот, она у меня есть, но со старой фамилией, с Гагетидзе, а так как фамилия поменялась, ну, короче, я решила не париться, хотя я, получается, запарилась. Поехала в Химке, потому что там находится 46-я налоговая, где это можно сделать, причем только там это можно сделать. У меня на районе, недалеко от дома, ну, есть налоговая, но там нельзя это сделать, потому что сначала я пришла в налоговую, которая недалеко от дома, говорю, вот мне надо вот это поменять, да, вот это, вот это, то есть я, не знаю, вот как мы приехали, вот только, наверное, пару дней, как я перестала ходить с огромной сумкой, где у меня просто папка с кучей документов, потому что я хожу, все эти документы меняю, и везде нужны все разные документы. То есть, когда я меняла паспорт, мне нужно было, понятно, свидетельство о браке, свидетельство о моем рождении, короче, много всяких вот этих моментов. Я ходила, короче, везде с этими всеми документами, но зато все круто. Вот когда я поехала в Химке, я просто рассказываю, почему я не снимала, потому что это интереснее рассказать, чем, ну, показывать там нечего было. Пока я ходила, все эти доки меняла, доки, окей-доки. Поехала в Химке, это от моего дома 25 километров, и, по сути, без пробок наверняка там за 35 минут можно доехать вообще по красоте, но с пробками, сами представьте, особенно в Москве. Ну, короче, я в один день ехала туда 2 часа, обратно ехала 1,5 часа, в другой день я ехала туда 1,5 часа, обратно где-то, ну, 1,20 часа, вот. Потому что первый день мне надо было поехать подать документы, потом мы уехали на дачу, и как раз там через, типа, неделю или 5 дней, не помню, была готова эта штучка моя, и я, получается, как мы с дачи приехали, поехала ее забирать. Кто мне звонит? Алло? Здравствуйте. Медицинский центр, приложение... Как они мне достали, эти все медицинские центры, которые мне звонят, предлагают прийти бесплатное обследование или еще какую-то фигню. Поменяла права, ИНН, будет готов 11-го числа мой, но меня не будет в Москве, я 11-го уеду в Питер, но это ничего страшного, я заберу просто как приеду, тем более, что это на районе, слава богу, находится. А так, в принципе, что, я все поменяла, мне осталось только съездить в ГИБДД, записаться предварительно, возможно, оплатить госпошлину заранее, причем самое интересное, что я это уже делала. Но потом я поняла, что без паспорта я не могу это поменять. Ну, короче, мне казалось, что все намного быстрее, но, в общем, суть не в этом. Суть в том, что мне нужно поменять ПТС, ну, документ на машину, потому что там у меня тоже стоит гагетиза, фамилия, и мне это тоже надо поменять. Вот, ну, это типа, мне кажется, не так сильно горит, но я в любом случае буду это делать, вот как раз, когда вернусь с Питера, потому что сейчас я уже не успею, так как сегодня пятница, завтра суббота-воскресенье, и потом уже все, уезжать. Вот, а так, что? Что, мне кажется, я гениальная, мне кажется, я все поменяла. Полис страховой тоже поменяла. Ну как, он у меня сейчас какой-то временный, но, короче, типа, с ним можно ходить, и он действует временно, и у меня до, там, какого-то ноября, а в ноябре я просто приду, и мне уже дадут пластиковую бумажку. Ну, не бумажку, а пластиковую карточку, как и есть сейчас у всех, да? А сейчас мне дали просто пока бумажку, с которой я могу ходить. Вот, ну, мне, в принципе, это не надо сейчас, поэтому она просто лежит, то есть там, типа, почему-то вот так вот. Ну, может, она будет раньше готова, ну, короче, не суть. Я потратила много на это времени, скажу честно. А, поменяла карточку. По поводу ИП тоже куча заморочек. Ну, на самом деле, не было бы столько геморроя и заморочек, если бы у меня счет сразу был бы в другом банке, а не в том, которым сейчас. В том, которым сейчас, не хочу говорить, чтобы не обидеть банк, но это просто ужас. Сколько геморроя мы с моей мамой испытываем, моя мама помогает мне со всякими штучками, дрючками, это просто кошмар. Я уже пошла и открыла счет в Сбербанке. Тот банк, в котором у меня был открыт счет, это просто ужас. Я не знаю, почему я так долго сидела в этом банке, просто было лень поднять его в жопу и пойти это сделать. Короче, я на самом деле очень много полезных дел уже успела сделать со всеми этими менялками документов. И кто-то мне писал то, что, типа, блин, смотрю твои истории, я просто в историях все это рассказывала, как долго я еду туда, что я сижу в этой очереди, потом я еду туда, потом сижу в этой очереди. Некоторые писали, типа, блин, какой кошмар, смотря твои истории, не хочется вообще выходить замуж, менять фамилию и так далее. Ну, на самом деле, это геморрой, но я просто решила сделать это как можно скорее, не растягивать вот это вот удовольствие. Вот, потому что я уверена, что половину документов можно вообще не менять, просто везде... Ну, мне, по сути, и так везде придется носить с собой свидетельство о заключении брака. В такой жопе стою, ребят, даже не представляете. Еще я подала документы на загранпаспорт через ту же компанию, через которую я делала тогда паспорт, когда мы улетали в Абу-Даби, и дедушке моему тоже там сделали загранпаспорт. Я хочу ссылку оставить на них, потому что это просто лучший вариант. Чтобы подать документы через госуслуги, это столько нервов потратить можно. Я пришла в МФЦ и думала, что мне там все оформят сразу, ну, чтобы сделать загранпаспорт, но мне сказали, что только через госуслуги. И я решила, да, ну, нафиг, не-не-не, я лучше обращусь снова в ту компанию, где я делала паспорт загранпаспорт перед Абу-Даби. И чем мне нравится эта компания, я уже ссылку как-то оставляла и рассказывала, потому что, во-первых, тебе там помогают со всеми заполнениями документов, ты вообще не паришься, все четко, классно, по записям, по кайфу. Я решила, что не хочу больше мучиться. Сначала мы, причем, поехали подавать документы дедушки на загранпаспорт, потому что ему нужно было скорее его получить. Ну, и в чем еще большой плюс? То, что ты ждешь не месяц, а может быстрее твой загранпаспорт быть готов. Поэтому для меня это, конечно, кайф, учитывая, что мы со Славой собираемся в ноябре улететь, а конкретно в Египет, рассказываю. Нас туда пригласил отель, и я очень надеюсь, что у нас все получится. Наверное, если бы не приглашение от такого шикарного отеля, мы бы, наверное, в ноябре не поехали. Но почему не поехали? Потому что ноябрь это самый классный месяц и декабрь для работы. И все. Единственная причина, а так я с удовольствием. Вот. И нам надо, получается, что? Подготовиться, собраться, купить билеты. Опять придется сдавать ПЦР-тесты. Я это не люблю, но отдыхать люблю. И у меня есть купальники классные. Правда, придется опять доставать летние вещи. В общем, ладно, доеду уже и вернусь к вам. Посмотрим, что там будет происходить. С Кариной повидаемся. Мы с ней так нормально не пообщались, как вообще в Москву вернулись обе. Та-дам! Мы встретились с Кариной и сто лет не виделись. Миллион. Скоро пойдем на мероприятие от Диор. Да, планировала вообще раньше приехать, но я там просто психовалась с прической, потом с одеждой. Девочки, так и девочки. Да. В общем, мы уже пришли. Тут вот такая вот отделенная зона. Здесь много разных напитков, вкусняшек. Кстати, я вам так и не рассказала про алкоголь. Мы со Славой договорились больше не пить алкоголь. Мы не беременны. Мы просто не бьем. Да и вообще-то я за рулем, даже если бы не отказались. Сюда заходишь по списку, дают вот такие вот браслетики. Мы уже сфоткались, там есть зона для фотосессий. Айфон новый. На тройку сфоткай просто фотосессий. Просто фотосессий. А, да, покажи. Ну, типа, вот если 2,4, то так, а тройку делаешь, и сразу глубина появляется. А еще тут зум 15. Клево. А сколько стоил новый? Я взяла 256 гигов, поэтому 120 тысяч. Интересно, на терабайт сколько стоит? 160. Или 180. Офигеем. 140 стоит 300. Да. В общем, тут вот такая вот движуха, пресс-фол, на которую мы уже поподлились. Вот сам бутик, находится на первом этаже, в Европейском. Здесь очень много разных интересных людей. Сейчас будет церемония, такая разрезание ленточки. Будем смотреть, как официально открывается бутик-диот. Добрый вечер. Надеюсь, мой голос слышен далеко, по просторам европейского. Так что, если вы его слышите, вы знаете, с вами сегодня Ксения Завчат, и мы открываем замечательный город Кристиан Диор. Здесь, в этом случае, собрались самые модные люди города Москвы. Я, конечно, имею в виду себя, как человек скромный, но и бренд-директора Диора Марфанс, конечно же, Владимира Першикова. Владимир, добрый вечер, вам слово. После этого комплимента, у меня все сломалось, вся речь. Спасибо большое. Я искренне рад вас здесь быть. Счастья вас здесь приветствовать. И приветствую всех обратных первых клиентов и первого в России бутик-диот. Музыка. 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 Так, ребята, я сегодня дома была. В воскресенье сегодня я собирала чемодан в Питер, потому что завтра я уезжаю. По поводу сборов луков у меня всегда большие проблемы. Я собрала вот такой лук. Я хотела оставить зеленый пиджак, потому что он добавляет какого-то цвета. Видите? Как же я намучилась с этими выборами. Может, тут вообще пиджак не нужен. Короче, суть в том, что типа это же модно, всякие многослойности и так далее. Самое тупое, что у меня даже нет какого-то подходящего шарфика, еще чего-то. Я его в итоге не стала класть. Просто у меня неохота брать белую сумку эту, потому что я и так много всего беру. Но с другой стороны, я и так уже беру пиджак. Но нет, мне надо будет дополнительно еще взять эти джинсы, свитер достаточно объемный и сумку. Короче, по сути, на самом деле, там мне понадобится только один какой-то супер, ну, хороший лук, потому что мы пойдем в ресторан, где есть дресс-код. Это чисто для ресторана постараться, но как бы не может не особо постараться для фото. Хотя, может и фото будет неплохое. Я ради этого лука беру даже туфли. Точнее, это не туфли, а, короче, выглядят как обычные черные туфли с острым носочком, но они теплее типа. Прикольная тема, мне нравится. Я не знаю, буду ли я там снимать влог и будет ли это вам интересно, поэтому обязательно напишите в комментариях к этому видео. Я все равно с собой возьму камеру и почему хорошая мысль, чтобы снимать там влог, что я еду одна и иногда мне захочется поболтать, может быть, что-то рассказать, как бы уединиться с самой собой, но при этом с вами. Не знаю, может быть, мне наоборот будет не до этого и мне будет неловко, потому что я буду там заводить новые знакомства. Я не знаю. В любом случае, я буду снимать сториз, буду стараться очень много снимать. Кстати, надо взять зарядный блок, заряжать свой телефон. Но у нас там будет, кстати, свободное время и в отеле, и нас будут завозить после каких-то экскурсий тоже в отель, но, видимо, что переодеться, и потом на ужин мы будем выезжать из отеля на общем трансфере. Где-то 7 блогеров будет, девчонки одни. Едем мы с брендом Виши, так что я люблю косметические туры, но они всегда очень приятные, обычно сопровождаются приятными подарками. В любом случае, я все буду показывать в сториз, рассказывать, как, что происходит. Покажу вам номер, поеду в бизнес с Апсанем. Я уже посмотрела место, и мне было настолько интересно, потому что я такая вообще волнительная. Я уже посмотрела даже где я сижу, какое расположение. Не знаю, чё, как. Надеюсь, что там будет очень мало людей, и рядом со мной никого сидеть не будет из незнакомых людей. Если кто-то из нашей компании, из девочек, то это хорошо. Будет повод познакомиться, пообщаться, узнать друг друга получше, потому что все-таки 4 часа ехать. Вот, а если какой-то незнакомец, то это отстой, потому что я сижу не около окошка, а около прохода. Не знаю, почему так посадили, может быть, не было мест. Вот, но билеты бронировала не я, поэтому не знаю. Обратно, к сожалению, я тоже еду не около окошка, а около прохода. Это очень грустно, потому что, и если уж говорить про прелести поезда, так то, что, во-первых, есть интернет, если сравнивать с самолетом, да, ну и то, что ты видишь не просто тупо облака, которые одинаковые, в принципе, а то, что ты можешь видеть какие-то, не знаю, просторы, какие-то, не знаю, городишки, какие-то деревни, которые проезжают сапса. Ну, в общем, ехать, конечно, 4 часа, но я думаю, что они недолго будут тянуться. В общем, немножко волнуюсь, потому что это первая моя поездка за долгое время, да и вообще, на моей памяти не помню, когда я последний раз ездила одна, одна, в смысле, там, без Славы, например, или Карина, обычно всегда в какие-то поездки. Так ездим, но здесь закрытый клуб. В общем, ладно, хочу скорее все закончить, разложить и лечь, жевать чипсы, пить пепси, колу, смыть макияж, собрать косметику, надо собрать умывалки, фен, выпрямитель, в общем, дофига всего. Так что все, на этом я с вами прощаюсь, всех люблю, целую, обнимаю, не обессудьте, что пропадаю, я правда немножко замороченная, уставшая, и когда приедем, тоже будет куча дел, и кровать нам привезут, и день рождения у брата Славы, надо будет поехать на дачу, потом у нас фотосессия, в общем, потом нам надо будет готовиться к другой поездке, сейчас еще надо не забыть купальник, потому что там какой-то спа, но я уже подумала, что если там спа в духе, типа пойти в баню, покупаться в бассейне, я, наверное, не пойду, а если там массаж, стопудово пойду, но мне кажется, для массажа не нужен купальник, там выдают обычно всякие принадлежности, одноразовые, короче, ладно, все, я поехала в Питер,